Вы знаете, что экспорт закрыли, это очень плохо. Что у нас сегодня происходит в мире, это еще хуже. Сейчас сегодня, когда сталкиваемся с такими ситуациями, которые у нас сегодня есть, я даже не знаю, как быть завтра. А проблемы, понимаете, вот я смотрю, вот Азовский район, да, вот я смотрю, ряд хозяйств, финансовое состояние, у всех кредиты. Мы тоже рядом смотрим, наблюдаем, и мне кажется, сегодняшняя ситуация, которая есть сегодня, мне кажется, серхозтоваропроизводители не выживут. Повышение цен на удобрения, на средства защиты, на семена, на рючьи, на все. Сегодня я в 2020 году продавала пшеницу, значительно дороже по цене, ежели чем сегодня. Понимаете? Это ж как? Мы ж никак не выживем, понимаете? И вот эта ситуация сегодня, конечно, серхозтоваропроизводителя сегодня просто надо поддержать. Ему очень плохо, очень плохо. Я боюсь, что мы заказали семена, частично проплатили, мы их ждем. А в связи с тем, что ввели запрет водный транспорт, авиа, я боюсь, что мы их не получим вовремя. Вот какая задача. Да, я знаю, что нужны отечественные семена. Мы пытались, мы старались, но мы параллельно занимаемся семенами и отечественными, и импортными семенами. Ну а сегодня будем задумываться над тем, как выйти с этой ситуации. Сейчас, конечно, этот год, конечно, будет тяжелый, а дальше будем подстраиваться под то, что будет, понимаете? Мы же не знаем, что будет завтра. СССР – это точно так. Вот фирма «Авуст» тоже как-то пытается производить все. Мы тоже изучаем их продукцию, тоже присматриваем и тоже как-то пытаемся наблюдить. Потому что как бы ни было, что бы ни было, всегда надо своих поддержать, своим помочь и своих поднимать. Чтобы мы сегодня не остались ни с чем, а надо, чтобы как-то идти в новую жизнь. Будем стараться.